Технические неисправности авто – не редкость. Многие водители, зная о них, ездят на свой страх и риск. Но есть такие поломки, которые угрожают не только кошельку автовладельца, но и безопасности других участников дорожного движения. Это в первую очередь касается неисправности тормозной системы и рулевого управления. Раньше сотрудники ГАИ проверяли техническое состояние этих важных транспортных узлов в лучшем случае раз в год во время прохождения автомобилями техосмотра. Но теперь автохламу не оставят шансов. Инспекторы Центра технического надзора впервые провели в властном центре специализированный рейд по проверке этих жизненно важных систем автомобилей. В центре внимания у нас грузовые автомобили и автобусы, техническое состояние, а именно исправность тормозных систем и рулевого управления. В качестве специалиста нами привлечен сотрудник станции технического осмотра. Проверить исправность автомобиля на глаз нельзя, но существует высокоточное оборудование, с помощью которого можно выявить малейшее отклонение от нормы. Состояние рулевой системы проверяют с помощью люфтомера. Основной блок подсоединяется к колесу и блок поворота рулевого колеса устанавливается на руль. Путем поворота рулевого колеса проходит измерение. На основном блоке стоит датчик, который показывает, когда начинает руль поворачиваться. Колесо начинает поворачиваться и, естественно, разница в повороте руля и повороте колеса – это и есть суммарный люфт. Буквально за первые полчаса рейда уже был выявлен нарушитель. У «Газели» зафиксировано превышение суммарного люфта рулевого управления. Если проще, то на поворот руля колеса реагируют с существенной задержкой. Это в любой момент может обернуться аварией. Сейчас будет составлен административный материал по части 2 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Транспортное средство будет задержано, помещено на штрафстоянку. Теперь подобные проверки в Иванове будут проходить регулярно. В первую очередь они коснутся грузового и крупного пассажирского транспорта, маршруток и автобусов. Но и легкового тоже. Неисправным машинам ни места на дорогах города. Наталья Гутарина, Генис Денисов, РТВ Иваново.